Всем доброй ночи! Я вот сейчас с таким нимбом, вот с таким цветом около головы. Мне приятно в такой обстановке сейчас рассказывать видео новое. Сегодня я была у врача-психиатра, выписала рецепты. Сейчас пока в аптеке нет этих препаратов. Аминозин, антидепрессанты, галоперидол и аддискинези от Паркинсона. Такие препараты выписала. Укол сделала дня два назад. Сейчас очень сильная слабость у меня. Делаю ролики на последнем издыхании. Очень сильная слабость. Надеюсь, что будет мне полегче. Вообще, конечно, и у здоровых людей бывают тяжелые моменты. Но шизофрения это жизнь с дефектом каким-то. То есть я чувствую, особенно по утрам, мне очень тяжело от тяжелых снов всегда просыпаться по утрам. Сны очень тяжелые. Очень такие. Ну, то есть сны меня изматывают настолько. Очень яркие такие. Неприятные. Всегда я там одна. Всегда какие-то ситуации такие. Очень сложные во сне. Живу во сне больше, чем в реальности. Просыпаться мне тяжело по утрам. Встаю поздно. Сейчас приняла снотворное. Но мне не спится все равно. Хотя голова совершенно дурная. То есть шизофрения это жизнь с ограничениями постоянными. Жизнь с дефектом. На самом деле, жить тяжело. Но и страх смерти. Я не знаю, откуда он берется. Этот страх смерти. Он есть у всех. Даже если человек очень сильно измочен, все равно он боится умереть всегда. Страх смерти это самый главный страх. Из этого страха рождаются все проблемы и все основные страхи у человека. Потому что, я не знаю, это самый основной страх по Фрейду. Самое тяжелое чувство. Все проблемы, в принципе, исходят из этого страха. Но шизофрения, жизнь с дефектами, с ограничениями. Несмотря на это, все равно пытаюсь как-то жить. Как-то лавировать этой лодочкой жизни. Просветление меня, конечно, касалось. Но, возможно, кто-то скажет, что ничего такого нет в этом. Но, с другой стороны, я даже рада, что ничего нет во мне. Что я не идеальный человек. Что я такая, как все. В принципе, я такая, как все. Но для кого-то, может быть, возможно, что-то из моего творчества. Может быть, где-то что-то, какие-то отголоски в душе у этих людей вызывает. Я очень рада. У меня появилось очень много друзей. Очень много подруг. И друзей на ютубе, с ютуба, с которыми я познакомилась. Я очень благодарна этим людям. Спасибо вам, девочки мои и мои друзья, за то, что вы у меня есть. Общаться мне интересно со многими людьми. Потому что у всех разные судьбы. У всех очень разные ситуации в жизни. Тяжелые моменты. И легкие чередуются. Просветлением своим я хочу поделиться. Со своими друзьями, своими подписчиками. И тех, кто смотрит мой канал. Как-то людей больше мотивировать на творчество. Потому что без творчества нам всем как-то тяжело. Творчеством можно заниматься абсолютно в любом деле, в любой профессии. Или находясь даже в таких ограниченных условиях, как шизофрения. То есть даже можно жить, но все равно творчески как-то мыслить. Конечно, мистика сопровождает меня всю жизнь. Пыталась отойти от этого. Пыталась жить в реальности. Но все равно какая-то тайна человеку нужна. Без какой-то тайны, без Бога, человек жить не может. Без надежды на высшую силу, на помощь от этой высшей силы. Человек жить просто не может. Ему искусно и неинтересно так жить. И очень сложно, тяжело будет так жить. Сегодня была у врача. Выписала рецепт. Жду, когда аптека получит этот заказ. Чтобы принимать эти препараты. Потому что по-другому нельзя. И с лекарствами тяжело. А без них вообще невозможно. Всем желаю спокойной ночи. Всем желаю оставаться такими свободными самими собой. Творчески мыслить. А иметь творческий подход ко всему в своей жизни. И желаю не унывать. Несмотря на постоянную тяжесть, обессиленность на свою депрессию, я стараюсь творить. Со стороны кажется, что может быть я человек веселый, оптимистичный. Но на самом деле я очень сложный, депрессивный человек. И абсолютно обычный. Я желаю всем самого хорошего. То, что я не идеальный человек. Я, в принципе, это так всегда было. Всегда так было. И, наверное, будет дальше. Ну, сегодня я с нимбом, с таким. Я всем желаю доброй ночи. И хорошего самочувствия. И прекрасного ощущения внутри себя. Гармонии внутренней. И спокойствия. В наше нелегкое время. Продолжение следует. Продолжение следует.